Пример для нас в этом. Праведные предшественники, сахаба, сподвижники, они держались крепко за его сунну, причем и в вещах, которые не являются обязательными, не оставляли это. Несмотря на то, что кто-то порицает, кто-то издевается, кто-то смеется, они не оставляли это. Приведем некоторые примеры. С дозволения Аллаху, Он говорит, сказал посланник Аллаху, Поистине Аллах, Великий Он Всемогущ, запретил вам клясться вашими отцами. И Умар говорит, И клянусь Аллахом, говорит Умар. Клянусь Аллахом, с тех пор, как я услышал, что пророк это запретил, ни разу никогда я не сделал этого. То есть не поклялся кем-то, кроме Аллаха, отцами или кем-то. Ни сам, ни передавая чьи-то слова. Абу Рафия говорит, Я видел, как Абу Гурейра, радия Аллаху тааля ан, совершает суджуд. Суджуд от Тилява, когда читалась сура, Иза сама уншаккат. Спросил я его, мы сказали ему, Абу Гурейре, Ты совершаешь суджуд, когда читается эта сура? Он сказал, да. Потому что я видел, как мой возлюбленный, то есть Мухаммад, саллаху алейкум, совершал суджуд, земной поклон, при чтении этой суры. И я не оставлю суджуд при чтении этой суры, пока не встречусь с ним. Ибанума, рада Аллаху таалянхума, говорит, однажды мы молились с пророком, алейсалату ассалям, и некий человек произнес такие слова, И говорит он, пророк алейсалату ассалям, потом спросил, кто эти слова сейчас произнес? Кто произнес эти слова? Человек сказал, я у посланника Аллаха. Пророк саллахум сказал, я удивился, что эти слова поднялись, открылись для них, для этих слов, врата небесные. Ибанумар говорит, вот я эти слова не оставляю с тех пор, как услышал, что пророк саллахум говорит о них, это, вот это следование, до конца жизни, прочное. Абусайд аль-Худри, рада Аллаху таалян, вошел в пятницу, вот в такой день, как у нас сейчас, вошел в пятницу в мечеть, Маруан, правитель медийный, в то время, он уже был на Минбаре, уже произносил хутбу, Абусайд аль-Худри встал и стал совершать намаз, намаз два раката, приветствие мечети, стражники подбежали к нему, к Абусайд аль-Худри, подбежали к нему, чтобы усадить его, садись, садись. Абусайд аль-Худри не обращал внимания, дальше делал два раката намаза. После этого, потом говорят люди, мы подошли к Абусайд аль-Худри и сказали, да помилую тебя Аллах, они чуть не напали на тебя, чуть не напали на тебя. Он сказал, я не оставлю эти два раката после того случая, который произошел во время на пророк алей-салатусалам. Потом рассказал, что пророк алей-салатусалам читал хутбу, вошел человек, сел, пророк алей-салатусалам сказал, ну встань и соверши два раката. Абусайд аль-Худри говорит, я не оставлю это до конца жизни, хоть кому-то это может не нравиться. Так они держались за сунну. Хасан, рахимуаллаху тааля, Хасан аль-Басри говорит, нахальбну ясар, другой сподвижник пророк алей-салатусалам, однажды сидел, обедал, ел пищу, упал кусочек у него на землю. Он поднял кусочек этот, очистил от соринок и стал есть. А тут сидели люди из персов, люди знатные, торговцы и прочие. И они стали перемигиваться и показывать, что-то говорить на своем языке. Люди сказали, махалебну ясару, ты знаешь, что они говорят? Они говорят, что с этим человеком? Перед ним еда, полное блюдо, он вместо этого поднимает этот кусочек, который упал и начинает его очищать от соринок. Что он это сказал? Махалебну ясар, он сказал, я не оставлю, не откажусь от того, о чем слышал от пророка алей-салатусалам, в угоду вот этим вот персам. Нам было приказано, если упадет какой-то кусочек, чтобы очистить его от соринок и съесть. Вот это примеры, о рабы Аллах, как нужно держаться за сумму. Их тысячи, эти примеры, и десятки тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok